МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть килограммов наркотиков изъяли из оборота сотрудники полиции крупнейшего города Югры с начала года. В Сургуте начался суд над женщиной, оскорбившей жителей в общедомовом чате, и в одной из школ нашего муниципалитета четвероклассники держат в страхе сверстников. В ситуации разбираются силовики и представители департамента образования. Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло» в ближайшую несколько минут у самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Шесть килограммов наркотиков изъяли из оборота сотрудники полиции Сургута с начала года. За 9 месяцев выявлено около 300 тяжких и особо тяжких преступлений в этой области. Многие связаны с распространением психотропных веществ. 74 выявленных факта попыток сбыта были совершены группой лиц по предварительному сговору. За 9 месяцев 2022 года на территории города Сургута зарегистрировано порядка 370 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 6,5 килограммов наркотических средств. К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в 2022 году привлечено 135 человек. Из них за сбыт наркотических средств 52. Наговорила на статью в Сургуте. Прошло первое заседание по уголовному делу против Раи Мамедовой. Максимально возможное наказание, которое грозит женщине. Лишение свободы на срок до 6 лет. Обвиняют ее в совершении преступлений. По пункту А части 2 статьи 282 судят за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Напомню, сосед, подсудимый в общедомовом чате, отчитал детей, которые баловались в лифте и, по словам мужчины, портили общее имущество. В доказательство этому он выложил в переписку соседей видео. Как оказалось, среди детей был сын Раи Мамедовой, после чего женщина стала отпускать в адрес автора видео нелестные эпитеты. В высказывании женщины анализировали специалисты. Текст прошел специальную экспертизу. Результаты зачитал обвинитель, признав, что в словах имели место факты унижения по национальному признаку и угрозой физической расправы. Первое заседание длилось полтора часа. Страна обвинения исследовала 8 томов с материалами дела, где были и обращения других пострадавших от действий фигурантки, а также подробности переписок. Из-за того, что второй потерпевший, а также некоторые свидетели по каким-то причинам отсутствовали, судебный процесс перенесли на 15 ноября. Вам понятно обвинение? Да, понятно. Квалификация действий понятна? Да. Вину признаете по предъявленному обвинению? Массовое ДТП под Сыргутом. Столкнулись пять машин, пострадали шесть человек. Авария случилась вечером в минувшую пятницу перед мостом через ОПЕ в Сыргутском районе. По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где врезался в фуру «МАЗ». Водитель полуприцепа во время торможения также допустил съезд своей машины на встречку, где врезался в «Хонду», «БМВ» и «Хёнде». Водителя и пассажира «Газели» госпитализировали в травматологическую больницу. Еще четверо участников ДТП получили помощь на месте и от поездки в стационар отказались. По факту аварии ведется следствие. Известно, что мини-фургон передвигался на летней резине. В госавтоинспекции настоятельно призывают водителей не затягивать с заменой шин. Погоня и поиски. Настоящий экшен развернулся в Сыргуте вечером в четверг. Мужчина на черной иномарке в районе домов номер 20 и 22 на проспекте Мира нанес удар девушке, после чего усадил ее в салон и увез в неизвестном направлении. Такая информация поступила в полицию. Наружные экипажи правоохранительных служб заметили машину, подходящую по ориентировке, но водитель не остановился на требовании. Началась погоня, легковой Мерседес пролетел несколько перекрестков, в том числе и на запрещающий сигнал светофора, и сумел скрыться. Выводился план перехват, стражи порядка дежурили на ключевых перекрестках города. Позднее выяснилось, что все происходившее – семейный конфликт. Супружеская пара поругалась, мужчина дождался жены возле работы, несколько раз ударил, посадил в машину и увез, вероятно, испугавшись полиции. Мужчина высадил девушку в одном из дворов и уехал. С девушкой все хорошо, ее просили, личность правонарушителя установлена, его ищут, полицейские проводят проверку. Прокуратура, Следственный комитет, Департамент образования Саргут разбираются в ситуации, произошедшей в 31-й школе города. Как сообщило агентство Каинформ, со ссылкой на одного из законных представителей четвероклассницы, три сверстника систематически избивают, унижают и оскорбляют детей. В конце сентября, как сообщила бабушка, одну из учениц, девочку ударили головой об стену, а на прошлой неделе жестоко избили на улице мальчика. При этом руководство образовательного учреждения якобы было не в курсе происходившего. Эту информацию также все детали сейчас проверяют, как сообщили в мэрии администрации. Образовательное учреждение для урегулирования ситуации организовало встречу с родителями воспитанников, а опубликованные в средствах массовой информации материалы заинтересовали прокуратуру и следственный комитет. По предварительным данным, группа учеников одной из общеобразовательных школ города Сургута систематически издевается над одноклассниками, оскорбляя и унижая их, угрожая и применяя физическое насилие. Кроме того, в один из дней октября 2022 года агрессивно настроенные ученики причинили телесные повреждения однокласснику. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Югра оказалась на 24-й строчке рейтинга по количеству преступлений в регионах России. Список составили специалисты РИА Новости. Для оценки эксперты взяли данные по количеству уголовных дел, зарегистрированных с января по сентябрь текущего года и разделили на каждые 10 тысяч жителей. Самый низкий уровень преступности в Чечне – 12,5. Лидером антирейтинга оказалась Амурская область с показателем 162 нарушения уголовного законодательства. В Югре отмечено 90 преступлений на 10 тысяч человек. Всего, по данным МВД, за отчетный период было зарегистрировано полтора миллиона уголовных дел. Это на 1,5% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Количество тяжких преступлений сократилось на 5,5 пунктов. Почти 10,5 миллионов рублей 28 октября жители Югры перевели мошенникам. С заявлениями в полицию обратились 15 человек. Напомним, что чаще всего аферисты звонят якобы от лица банков и предлагают в целях безопасности перевести свои средства на резервный счет. Желание спасти деньги и оставлять жителей без ничего. Сотрудники полиции не устают повторять, что сообщать данные о своих банковских карт третьим лицам не стоит. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в телеграм-канале ОМЕДИА. Я Дмитрий Круковец. И мне прощаюсь. Берегите себя. ОМЕДИА. ОМЕДИА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова